Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. В Кировской области счетные участки не разворачивались, потому что появилась информация, что где-то там, только в городе Кирове. На эти 45 счетных участков пришли, уже есть четкие точные данные, 9,63% избирателей, жителей города Кирова. А если брать точно, то, как сказали, мы уже раньше, 39 320 человек. То есть почти 40 тысяч. Почти 40 тысяч, да. Почти, да. Поэтому мы довольны этим результатом. Список, он большой, поэтому из 127 человек он определён. Это определены одномандатники 18 человек. И список в каждом округе территориальной группы, это по 3 человека. У нас вчера состоялся форум партии «Единая Россия». Как раз на этом форуме мы и подводили итоги предварительного голосования. Мы довольны тем, что на трёх площадках, которые были организованы в городе, проходили дебаты. В дебатах приняли все 127 кандидатов в депутаты. Это была их обязанность, они должны были участвовать. Была их обязанность, чтобы они не менее двух раз участвовали в этих дебатах. Что нас очень радует, что у нас участвовало очень много молодёжи. Из 120 человек это 40%, люди моложе 35 лет. Если брать действующих депутатов городской думы, то кандидатами стали всего лишь 8 человек. А сколько вообще участвовало кандидатов? Всего 8 человек. 8 человек депутатов действующих. То есть мы говорим о том, что практически, если говорить от партии «Единая Россия», я только за неё говорю, что у нас в городской думе 24 человека, то практически будет смена. Две трети мы омолаживаем и меняем. Собственно говоря, приходят новые люди для того, чтобы именно те новые движения, которые сегодня происходят в партии «Единая Россия», они должны воплощаться через новых лиц. Мы в предвыборной партийной нашей борьбе участвовали. И вот все эти 127 кандидатов, и они шли и говорили о партийных проектах. На всех встречах с населением говорили о тех проектах, которые сегодня партия «Единая Россия» претворяет жизнь. Ну, особый это проект «Городская среда». Он очень пользуется, будем говорить, у населения не только города Кирова. Мы знаем, что у нас и в моногородах эти проекты развиваются, но и в других населённых пунктах. Парки, скверы малых городов, но и в Кирове тоже эта программа идёт. Поэтому мы считаем, что то, что было сделано на этом этапе, это хорошая работа. Ну, а дальше уже после объявления городской думой дня начала выборной кампании в городскую думу, там уже будет борьба уже между представителями других партий и партией «Единой России». Когда начнётся? Можете озвучить точный срок, когда, собственно, предвыборная уже избирательная кампания в городскую думу? У них заседание городской думы состоится, ориентированность где-то после 10 июня, там с 10 по 20, вот в эти сроки, значит, и там будет объявлен срок выбора. По высшему должностному лицу заседание законодательного собрания состоится 8 июня. И уже, собственно говоря, 8 июня будет дан старт выбором высшего должностного лица нашей области. Но тут стоит уточнить, что в предварительном голосовании могли ведь участвовать и участвовали не только представители «Единой России». Значит, в предварительном голосовании участвовали члены партии, сторонники и беспартийные. Одно должно быть, чтобы они не состояли в любой другой партии. Политической партии. То есть все остальные могли и имели право участвовать в этом предварительном голосовании. Но там многие принимали участие, поэтому мы считаем, что здесь все было открыто, легитимно, без каких-либо там, никому не запрещали. Голосовать, соответственно, тоже мог любой желающий. Голосовать мог любой желающий и даже, будем говорить, член любой партии. То есть все жители города Кирова, которые хотели в этот день с 8 часов утра до 20 часов вечера, вот эти 45 счетных участков работали. Это практически в каждом округе было по два счетных участка. Люди могли приходить, голосовать. Но я имею в виду проживающих на территории этого избирательного округа. Вы лично голосовали? Я лично голосовал. Вы, Галина Игоревна, тоже ходили голосовать? Конечно. Может быть, какие-то есть вот эти счетные участки, где максимальный поток, может, горожан приходил? Какие-то активностью отметились? Ну, я могу сказать, что у нас на всех участках была равная, будем говорить, активность. Почему? Потому что, собственно говоря, количество жителей в округе, имеющих право голосовать, оно одинаковое. Поэтому, в общем-то, люди шли на эти участки. Мы провели очень большую работу по доведению до жителей города, где эти счетные участки открыты. Значит, работа эта велась открыта. Поэтому, собственно говоря, и люди, которые работали на этих счетных участках, они и являются сотрудниками участковых избирательных комиссий на вот этих счетных участках. Поэтому там были люди, которые уже не первый раз проводили избирательную кампанию, то есть они работу свою знали. Поэтому здесь каких-то таких проблем и вопросов мы не имеем. Уточните, счетные участки, это те же самые избирательные участки, да? Счетные участки, это не тот же. Это может быть то же помещение, где разворачивается избирательный участок, но счетный участок, он и по составу меньше. У нас были по 3,5 человек. И цель их была именно... Ну, они же открывались только в день проведения, значит, предварительного голосования. А если говорим участковая избирательная комиссия, она открывается заранее, она там ведет работу несколько в другом направлении. Поэтому это несколько разные вещи. А их и больше, чем избирательных участков? У нас, конечно, их больше. У нас в области их 1160, а в городе 207. Избирательных комиссий. А участков 45 было. 45 было. А почему было такое принято решение, что именно только областной центр участвует? Городская дума-то у нас, в городской думе, может быть, в других крупных городах Кировской области стоило... А там же праймеристы по губернаторским выборам-то проходили? А праймерист, он по другой идет схеме. В это же время у нас проходил праймерист и в 36 районах, где у нас будут избираться порядка 2082 кандидатов в местные... Муниципальных депутатов, да? Да, муниципальных депутатов, глав поселений и глав городских округов. И вот там участвовало 3,5 тысячи кандидатов. Они проходили по... 3,5 тысячи кандидатов, именно. То есть не участникам голосования, а предварительного голосования. Те, кто хотят стать кандидатами. Те, кто хотят стать кандидатами, да. Я понял. И там проходило несколько по другой тоже схеме. Там участвовали лишь только члены партии. Поэтому... То есть там как бы в Кирове была открытая система, да? В Кирове была открытая, а там только члены партии участвовали, да? Да, только члены партии. Так называемые бомбищники. И итоги, собственно, этих предварительных голосований? Как вы оцениваете? Итоги этих предварительных голосований мы оцениваем положительно, потому что на все, будем говорить, замещаемые должности у нас есть наши кандидаты. А итоги будут подведены на заседании местных исполкомов в районах. Поэтому, собственно говоря, в ближайшие дни эта работа будет закончена. Мы же подведем итог предварительного голосования по высшему должностному лицу 10 июня на региональной партийной конференции. Накануне Дня города непосредственно. Да, накануне Дня города. И там уже получается и избирательная кампания будет, да? Ну, 8 числа, если будет заседание РС, они дату, назовут дату начала избирательной кампании. Да, 8 числа будет определено, мы определим законом Кировской области о том, что 10 сентября, 2 воскресенья сентября будут объявлены выборы высшего должностного лица. Выборы будут проходить на основании закона Кировской области. То есть вот это будет объявлено. А городская дума будет объявлена на заседании Кировской городской думы на основании закона о выборах Кировской городской думы. То же это... Кстати, вот на прошедшем заседании, в законодательном собрании были внесены поправки именно выборы муниципальных депутатов, то есть Кировской городской думы. Значит, вот именно социала в том, что созданы территориальные группы и вот именно порядок формирования и выдвижения кандидатов по этим территориальным группам. Поэтому у нас практически до 20 июня будут объявлены все выборы, которые будут проходить в единый день голосования 10 сентября. Нам пора сделать небольшую паузу, очень небольшую, мы скоро продолжим нашу беседу. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Кировская городская дума, а сколько же вот сейчас, собственно, кандидатов в депутаты у нас будет в Кировскую городскую думу? Вот те, которые прошли праймерис. Вот мы берем, у нас будет 18 кандидатов по одномандатным округам. Они точно, да, вот кандидаты? Да. И плюс 18 мы умножаем на 3. 54? Получается 54 кандидатов по партийным спискам. Каждая территориальная группа, вот она входит в количество этих 54. И все партии могут выставить, ну, они должны выставить более 50% для того, чтобы участвовать в этих выборах. Поэтому парламентские партии выставляют своих кандидатов без сбора подписей. Все остальные партии, ну, должны собирать подписи. Если человек идет как самовыдвиженец, значит, он собирает подписи. Побеждает в одномандатном округе человек-кандидат, который набрал большее количество голосов. Независимо от партийной принадлежности, вот там несколько партий, там самовыдвижение. Вот он набрал, он победил. Что касается партийных списков, все зависит от того процента, какой проголосовали за партию. И в каждой территориальной группе будет свой процент. Потом составляется рейтинговое положение размещения этих групп. И тогда проходят по партийным спискам человек, который занимает первое место в этой территориальной группе. Значит, если этот человек отказывается идти в депутаты, значит, он должен свой голос передать следующему. В этой же территориальной группе. В этой же территориальной группе. И голос может передаваться в следующую территориальную группу, если вот все трое отказались в этой территориальной группе. Каждая партия будет иметь свою тройку партийную. Вот эти три человека, они проходят первыми. А уже после них, там, четвертый, пятый, шестой, по количеству набранных голосов... Это уже территориальные группы. Да, это территориальные группы. Там процент составляется и уже там идет. Владимир Васильевич, по поводу парламентских партий, это партии, которые в Госдуме представлены или в нашем ЗАГС-собрании? Которые представлены в Государственной Думе. У нас же там сейчас еще есть какие-то такие... Кроме четверки, да? Еще есть коммунисты России. Которые тоже имеют право без сбора подписей. Да, вот Галина Игоревна правильно подсказывает. Коммунисты России тоже имеют. Но парламентские партии, это те в ЗАГС-собрании у нас имеют. А справедливая Россия, ЛДПР, коммунисты, КПРФ, да. И коммунисты России. В списке победивших на праймерис есть действующие депутаты Кировской городской думы. Так и не только Кировской городской и областного ЗАГС-собрания там, по-моему, есть. Да, но я хотел бы спросить все-таки сначала про Гордуму, да? Вот у них высокие там проценты голосов. Это о чем говорит? О том, что работа депутата в действующем составе Гордумы ведется успешно. Люди доверяют ему дальнейшую судьбу. Так оценивать следует? Это говорит о том, что вы абсолютно верно говорите, что депутат в течение пяти лет работал у себя в округе. Общался с населением, решал вопросы, которые перед ним ставили избиратели. И они его поддерживают снова. Поэтому это говорит о том, что эти люди действительно занимались. Тем более, что вы же знаете прекрасно, что депутат Городской думы имеет возможность и имеет средства, которые направлены для решения наказов избирателей. Эти средства, они по-разному распределяются, но распределяются они решением самого депутата. Если не ошибаюсь, сейчас это 700 тысяч рублей. Да, 700 тысяч рублей. Поэтому вот кто сумел и правильно распределил эти, решая вопросы, собственно говоря, на месте, как к нему обращались его избиратели, вот люди проголосовали. Это говорит о том, что действительно они работали, работали хорошо, и люди их поддержали. Да, вот Николай спрашивает по областному к собранию, да, тоже? Тот же Валерий Васильевич Крепостнов прошел. Вы знаете, решение идти принимает каждый депутат-кандидат самостоятельно. Но здесь мы понимаем, что если кандидат, который сегодня является депутатом законодательного собрания, победит, но уже мы говорим не на предварительном голосовании, а 10 сентября, то ему нужно будет принять решение. Или сдать мандат депутата законодательного собрания и остаться, и тогда стать депутатом городской думы, тогда в законодательное собрание. Если он проходил по спискам, будет заходить следующий. Если он был одномандатником, то будут дополнительные выборы именно вот в этом округе, в котором был этот одномандатник. Поэтому здесь право выбора кандидата, который пошел сегодня на выборы. А если он отказывается в Гордуму идти? Если он отказывается идти в Гордуму, значит, проходит следующий, находящийся в списке. Ну, все логично. Если он по списку идет? Да. Если он одномандатником идет? Да. Если одномандатником, то здесь все. Снова выборы, да? Снова выборы. Сырье выборы. Какие надежды, какие задачи возлагаете именно на молодое поколение депутатов? Ну, вы знаете, ведь мы прекрасно понимаем, что молодежь – это наше будущее, да? И поэтому мы сегодня уже хотим, чтобы молодые люди приходили во власть и принимали, или, по крайней мере, перенимали опыт тех депутатов, которые сегодня находятся, для того, чтобы принимать дальше уже решения в руководстве и города, и области. Поэтому мы довольны, что у нас идет очень много молодежи. У нас есть и программы, мы занимаемся и готовим. Есть школа молодого кандидата, есть школа помощника депутата. Поэтому это все направлено на то, чтобы мы могли сегодня готовить себе смену. Не будешь же всю жизнь где-то как-то чем-то руководить. Наступает время, когда придет на замену кто-то. А можете сказать… Вот мы хотели бы, чтобы пришли люди, которые уже сегодня получили опыт, а они вот сегодня, участвуя в дебатах, участвуя в агитационной работе, встречались с населением, ну, то есть дискутировали. То есть они получили вот какой-то опыт такой политической борьбы. И мы уверены, что эти ребята будут достойно представлять интересы своих избирателей. А можете сейчас назвать хотя бы примерную цифру молодых людей, которые вот в партийной школе «Единой России» задействованы, получают опыт, знания? Насколько активно они вообще идут? Мы проводили и проводим занятия, у нас сейчас порядка 120 человек занимается, но мы там возглавляем собрание, вот именно на базе молодежного парламента, там проводим школу молодого кандидата, школу помощника депутата, независимо от партийной принадлежности. Мы занимаемся со всеми, потому что вот взять любую партию, все говорят о том, что мы хотим, чтобы страна наша развивалась, была успешной, самодостаточной, чтобы мы жили как можно лучше. Поэтому здесь нет деления там. Молодежь должна готовиться. А потом они уже сами выбирают, что им лучше. В какой партии ближе быть. Да, в какой партии они видят себя. Поэтому я думаю, что мы должны нашей молодежи дать возможность именно понять, как принимаются законы, как мы должны определять, как дискутировать с населением, то есть найти способы, а как вот ту просьбу, которую к тебе довели твои избиратели, как ее выполнить, через какие механизмы ее довести до исполнительной власти. То есть здесь очень много таких нюансов, но у нас задача не делить молодежь. То есть вы вполне спокойно относитесь к тому, если там молодой человек или девушка с одной партией сотрудничал, чему-то научился, потом там где-то появился. Вы знаете, мы берем и говорим о том, что вот в свое время была молодая гвардия Единой России. Ее сейчас нет, что ли? Она есть. Она есть. Но в то время был такой активный, всплеск. Я понял, о чем речь идет. Да, а потом эти представители, кто-то ушел в справедливую Россию, кто-то остался у нас, кто-то ушел в ЛДПР. Но это их решение. Но эти люди, они все равно занимаются тем, что, в общем-то, стараются сделать жизнь лучше для тех, с кем они общаются, для своих избирателей. Поэтому, если говорить, каждый человек может изменить свои убеждения или, наоборот, укрепиться в тех, будем говорить, принципах той партии, к которой он, может быть, еще и не относился. Так что я считаю, что это нормально. Тем более речь о молодых людях, которым тоже еще не вполне определившиеся. Есть такие случаи, когда возвращаются в Единую Россию? Случаев бывает много разных. Но я еще раз хочу сказать, главное не навязывать свое мнение, а дать возможность, чтобы они высказывались и высказывали свое мнение, свое видение. Понимаете правильно, у нас на сегодняшний день есть много инструментов, через которые можно довести свое мнение. И, конечно, когда мы вместе, когда мы как-то можем им подсказать, наверное, вот в этом наша задача. А уже с кем они будут? Ну, это решение их. Но я уверен, что они будут патриотами Родины. Они будут стараться к тому, чтобы сделать все, чтобы наша страна была сильной, мощной. Ну, и, конечно же, чтобы наша область была самодостаточной. Самое главное, наверное, на сегодняшний день, работая с молодежью, мы должны решить вопрос в том, чтобы они не уезжали, а оставались здесь. У нас много вузов, у нас есть возможность, где учиться. У нас есть сегодня много предприятий. Открываются новые предприятия разного направления. Поэтому я думаю, что вот в этом направлении все партии должны работать, чтобы наша молодежь, независимо от партийной принадленности, училась на территории Кировской области, здесь работала. Ну, и потом... Давайте уже про развитие региона, да, и по предложению уже, по развитию мы поговорим после рекламы. Но перед этим, Николай, давайте все-таки напомним, что у нас опрос есть. У нас был опрос, мы его объявили еще в начале первого часа. Он есть, ведется. Вопрос очень простой. На ближайший выбор у депутатов городской думы в качестве избирателя. И четыре варианта ответа. Я пойду, я не пойду, я еще не определился. Ну, и четвертый ответ. А что, разве будут выборы в городе думу? Есть такие, кто выбирает именно этот вариант ответа, разве будут выборы в городе думу, но их, в общем-то, немного. И голосовать, напомню, можно на нашем сайте, на нашей странице ВКонтакте. Ситуация дементрально предположенная на сайте. Чуть-чуть, с небольшим отрывом, лидирует вариант ответа, не пойду на выборы в городе думу. А на нашей странице ВКонтакте тоже с небольшим отрывом пойду все-таки. Как вы, кстати, Владимир Васильевич, оцениваете? Явку на ближайшие выборы пока рано ее прогнозировать или уже? Возможно, по своим ощущениям, все-таки большой опыт работы. Ну, вот на сегодняшний день мы говорим о том, что явка на выборы – это вещь, которая зависит от той агентационной работы, которую будет проводить та или иная партия. И поэтому, если правильно организовать и быть, ну, будем говорить, аккуратными и не навязываться как-то со своими мыслями каждому гражданину… Ну, и в рамках закона, естественно, можно. То, что в рамках закона, это однозначно, то тогда можно прогнозировать явку. Поэтому мы на сегодняшний день, вот проведя предварительное партийное голосование, сейчас изучим этот вопрос, и потом уже будем делать соответствующие выводы. Какова будет явка, что нужно будет делать, потому что мы прекрасно понимаем, что у нас так сложилось в области, мы с 2014 года, каждый год у нас идут выборы. И уже есть какая-то и усталость от этих выборов. А впереди у нас еще и выборы в 2018 году. Вот поэтому здесь нужно так как-то спланировать свою работу и рассчитать свои возможности, чтобы мы могли вот на каждом этапе этих выборов побеждать. Поэтому я думаю, что оценим, посмотрим, а потом уже примем решение. Но вы заинтересованы в том, чтобы явка была высокой? Мы заинтересованы, чтобы люди приняли сами решение. А высокая явка там, невысокая. У нас всегда, если брать город Киров, ну, явка не очень высокая. Если брать районы, там явка более выше, чем в городе Кирове. Ну, наверное, для этого есть определенные объяснения того или иного процесса. Поэтому посмотрим. Сейчас говорить об этом, наверное, рано еще. Итак, у нас небольшая сейчас реклама будет через полторы минуты. Мы продолжим нашу беседу. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается дневной разворот. Владимир Быков в нашей студии, секретарь реконселения Порта Единой России, председатель Законодательного собрания Кировской области и заместитель Владимир Васильевич Галина Буркова. Давайте оставшиеся 10 минут нашей программы посвятим все-таки вопросам развития региона. Общеизвестно, что, собственно, сейчас собираются предложения по дальнейшему пути развития Кировской области. И тут, наверное, непосредственно к Единой России стоит обращаться. Что Единая Россия будет предлагать и уже предлагает по развитию региона? Владимир Васильевич. Мы говорим о том, что вот на сегодняшний день там где-то прозвучали, что там программа будет озвучена в ноябре месяце. Да, это у нас в студии звучало. Я бы хотел сказать так, чтобы все правильно понимали, что программа партии будет по высшему должностному лицу и по развитию будет озвучена в августе месяце. И, собственно говоря, вот вчерашний форум, который прошел, он был одним из последних этапов, который, собственно говоря, собирал всю ту наработанную, в общем-то, идею и обобщает ее, в общем-то, в едином документе. И в августе этот документ будет готов. Мы для того, чтобы... Он так, простите, будет называться программа развития на такой-то период? Значит, у нас мы планируем в августе месяце, это будет программа, предвыборная программа, значит, кандидата на высшее должностное лицо. Но эта программа, она, собственно говоря, и будет программой развития Кировской области на ближайшие пять лет. То есть кандидат от Единой России будет идти на выбор уже с реальной программой развития Кировской области? Кандидата от любой партии будет идти с какой-то программой. У каждого будет программа развития области на ближайшие пять лет. Кто что будет делать. Поэтому для того, чтобы мы эту программу сделали не просто так, мы взяли четыре точки, четыре площадки. И что нас касается, и мы... Это сельское хозяйство, оно на сегодняшний день во всех регионах нашей страны, собственно говоря, является таким наиболее энергично развивающимся. Поэтому мы взяли одного из руководителей успешного предприятия Харкина, и он вместе с своими товарищами, собственно говоря, и разрабатывал те предложения, которые войдут в программу по сельскому хозяйству. Хотя бы ключевые можно упомянуть. Ну, ключевые у нас, мы сразу говорим, что у нас. Это молочное производство, значит, это свиноводство и переработка. Это основная ставка именно будет делаться, да? Это основная ставка будет делаться. Что касается промышленности, здесь мы брали завод Сельмаш, его руководители. Мы знаем, что завод Сельмаш, это предприятие, оно было таким убыточным, все время боролось за свое существование. На сегодняшний день это предприятие очень активно развивается. И самое главное, что вот на этой площадке от всех предприятий нашего промышленного комплекса служило то, что мы уходим от импортозамещения. И вот простой пример, Сельмаш на сегодняшний день производит оборудование для производства, ну, будем говорить, молочной продукции. И они на сегодняшний день строят три молочных завода даже за пределами нашей области. А если вот брать наши предприятия, молочный наш комбинат, Сураево, Сюльку Прямо, там очень много оборудования, которое поставлял завод Сельмаш. То есть наши предприятия могут сегодня делать то оборудование, которое сегодня необходимо нашему сельскому хозяйству. То есть вот одна задача развития сельского хозяйства вытекает из того, что и наша промышленность может развиваться и делать то оборудование, которое нам необходимо для развития сельского хозяйства. Плюс, если мы делаем это оборудование, значит мы уходим от импортозамещения. И плюс наши предприятия получают, будем говорить, заказы на продукцию народного потребления. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, что в какой-то период военная продукция не будет требована. Значит, завод что, встал? Значит, нет, он должен уже иметь какую-то возможность для того, чтобы выпускать другую продукцию. Вот поэтому сейчас каждое предприятие в этом направлении работает. Помимо этого, мы говорим завод Первого Мая. Завод Первого Мая, который, собственно говоря, тоже у нас попал в тяжелую экономическую ситуацию. Сейчас туда пришел завод Сельмаш. И ситуация выправляется. Да, сложно, но вот это все тоже вступает в эту программу. Мы говорим, вот наше общество, его надо как-то объединять. Как объединить это общество? Тоже выбрали площадку, которую возглавляет Катаева Наталья Алексеевна. Вы ее знаете. Это человек, который у нас в области, собственно говоря, мы были лидерами в стране по созданию территориального общественного самоуправления. Вот территориальное общественное самоуправление – это тот механизм, который дает возможность именно власти слышать и видеть, что делается на земле. То есть люди объединяются в какой-то территории, в какой-то коллектив, и они уже там решают вопросы. Вот через это территориальное общественное самоуправление, через работу с общественными организациями мы тоже будем выстраивать работу с нашим обществом. И четвертая точка. То есть инициатива на местах, собственно, продвигается наверх. Конечно, конечно. Это, ну вот, если мы будем говорить, вот город Киров, там, ну, кто-то, может быть, знает, кто-то не знает, у нас 16 центров местной активности. Да, конечно, мы знаем. Где люди могут прийти, где мы людям могут пообщаться, где для них там созданы условия. То есть это очень важно. И самое главное, ну, просто слышать друг друга. И четвертая точка – это образование. Вот проехав по многим нашим районам, мы видим, что где-то не хватает врачей, где-то не хватает учителей. На производствах, если брать Амутинский завод, благодаря, собственно говоря, там, директору завода, у них там есть филиал нашего политеха, где они готовят специалистов для своего завода. Но почему не сделать заказ для области? Создать такой заказ, кто нам нужен? Нам нужны такие-то, такие-то врачи. Нам нужны такие-то, такие-то учителя. Нам нужны такие-то специалисты для того, чтобы заработали наши предприятия. Этих людей набрать, оплачивать их обучение, платить им стипендию, и они после этого остаются работать на тех предприятиях. То есть мы здесь решаем две проблемы. Даем обучение, то есть наши дети получают хорошее образование. И второе, мы даем им сразу работу и тем самым решаем вопрос тех специалистов, которые необходимы у нас на местах. Но тут речь идет все-таки об определенном сроке, да, об обязательном, что, по-моему, работали? Здесь речь не идет об определенном сроке. Здесь речь идет о том, чтобы мы создаем условия. То есть молодой человек, который уже видит, что он с ним работает. Вот возьмите опыт, например, нашего Кирово-Чепецкого химкомбината. Они взяли 21-й лицей у нас в городе Кирове и развивают нам химическое направление. То есть проводят олимпиады, проводят нам различные занятия, экскурсии на свой химкомбинат. И уже смотрят и выбирают тех детей, которые говорят, да, мы хотим работать в химической промышленности. И тогда они уже решают вопрос. А мы сегодня решением правительства области будем помогать для того, чтобы мы могли с нашими вузами заключить договора. И эти дети будут учиться, остаются здесь у нас. Но не только с вузами, но и со среднеспециальными тоже учебными заведениями, которые готовят детей рабочих специальностей. То есть вот эти все вопросы, которые мы... Это получается такой объемный документ. И когда мы там все это пропишем, мы увидим, что действительно, получая хороших специалистов, у нас появится возможность создавать новые рабочие места. Я могу сказать, что на сегодняшний день, благодаря, в общем-то, развитием, опять же, активной позиции, мы вошли в программу моногородов. А теперь есть еще, вот в программе моногородов, есть другая программа. Это территория экономического развития. Вот мы хотим, чтобы наши моногорода попали и в эту программу. И там получаются очень большие деньги. Вот даже взять Белую Холуницу, они получили 220 миллионов на развитие решений вопросов городской среды. Поэтому вот задача, наверное, самая главная, чтобы мы участвовали во всех тех программах, которые у нас сегодня имеются в стране. Ну, и самое главное, наверное, как бы здесь правильно меня поймут, что есть еще и партийные проекты. Вот, в котором вы говорили уже. Да, партийный проект, да, строительство новых школ и ремонт капитальных, капитальный ремонт старых школ. Он рассчитан на 10 лет, до 2025 года. Мы уже одну школу построили в городе Кирове. Нам такие школы нужны в городе Кирове. В Зиновых имеете? В Зиновых. Сейчас начинаем в Урванцево строить новую школу такую же. Но нужны такие же школы и в районах. Поэтому есть... В районы все-таки пойдете? Конечно. Поэтому нужна... У нас эта программа есть. Нужно участвовать и в этой программе находиться. И тогда мы получим возможность для того, чтобы мы решили этот вопрос. Следующее направление... К сожалению, время наше, Владимир Васильевич, истекает. Увы, мы должны соблюдать... Не дали мне поговорить. Ну ладно. Мы вас приглашать будем еще. Безусловно, тут поводов будет масса. Благодарим наших гостей, Владимир Быков и Галина Буркова. Дневной разворот на этом завершается. Я не прощаюсь. Вернусь через 20 минут. Особо мне не... Вернусь через 20 минут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok